Лунатики, что самое дикое произошло с вами? Когда я был еще мальчишкой, я часто ходил во сне, и где бы я ни оказался, я относился к этому месту как к комоду. Хотя нет, больше как к писсуару. У моей семьи собралась коллекция вентиляторов, и одной особенно жаркой ночью в середине лета произошло кое-что интересное. В коридоре рядом со спальней моих родителей стоял один большой вентилятор. Ну, знаете, такой, который стоит на полу и яростно дует потоком воздуха, не обращая внимания на тишину. Как вы уже догадались, мои родители проснулись от странного звука. Примерно то, что можно услышать, когда косишь траву. Моя мама встала с постели, чтобы найти меня, и обнаружила своего сына, поливающего вентилятор прохладным золотом. Затем вентилятор погас с искрой и клубом дыма, и я проснулся, когда меня ругали, и мне было неприятно мокро. Моя мама помогла мне переодеться в сухую одежду, я лег в кровати и плакал, пока не уснул. Излишне говорит, что они никогда не позволяли мне забыть об этом случае. И это до сих пор поднимает эту тему на каждом семейном собрании. У меня не было ни одного случая лунатизма, но однажды я ездил во сне на машине. Я заснул по дороге домой и проснулся на светофоре. Вот только это был третий светофор по моему маршруту. Мне пришлось до этого уже повернуть налево, чтобы выйти на эту дорогу. Я проснулся, огляделся и продолжил движение. Не садитесь за руль уставшим. Учебный лагерь, кажется, вызвал у меня лунатизм. Тренинг рекрута в МС США, 1982 год. У меня были часы. Я тихонько проходил по казармам в своем серебряном шлеме, когда один из моих товарищей сел в постели и махнул мне рукой. Я подошел к его койке. Эй, Тед, посмотри на это. Посмотри. Что? Посмотреть на что? Он раскрыл ладонь. Видишь? Я могу зажечь в руке голубое пламя. Видишь? Сначала я подумал, что он меня разыгрывает, но выражение его лица было серьезным. Он продолжал указывать на свою пустую руку, пытаясь убедить меня, что он обладает магической силой пламени. Хорошо, чувак, я вижу пламя. Это красивое пламя. А теперь тебе пора снова заснуть. Я осторожно толкнул его обратно в кровать, и он в одно мгновение ока провалился в сон. Это немного напугало меня. На следующее утро он все отрицал и говорил, что ничего подобного не происходило. Парень, которого я знал, владел магазином за городом, и он продавал кое-что, что было мне нужно. Поэтому я планировал пойти навестить его именно в тот день. Единственная проблема заключалась в том, что у меня был большой рабочий проект, который должен был быть выполнен в тот же день. В итоге я почти не спал всю ночь, готовя все для презентации на следующее утро. Я поспал 2 часа. Позже в тот же день я сел на мотоцикл и направился в магазин. Поездка продолжалась около 90 минут. По пути я свернул на проселочной дороге, потому что это был восточный Теннесси, и они были чертовски забавны. Однако по дороге домой я решил ехать по шоссе, чтобы лучше провести время, так как мой дефицит сна начал на мне сказываться. Я помню большую часть поездки. Я помню ориентиры по мере приближения к дому. Я помню, как подумал про себя, что мой поворот будет через несколько миль. Я помню, как с нетерпением ждал возможности вернуться домой и лечь спать. Следующее, что я помню, это то, что я был на дальнем конце города, примерно в 10 милях от моего поворота. Этот опыт напугал меня до чертиков и до сих пор немного пугает. Я ничего не помнил из тех 10 минут, и я понятия не имею, насколько я мог быть близок к автомобильной аварии за это время. Я хожу во сне и страдаю от ночных кошмаров с 7 лет. Примерно в то время, когда я впервые начал ходить во сне, моя мама сказала, что однажды ночью проснулась поздно ночью от звука открывающейся двери. Естественно, она подумала, что она забыла запереть дверь, и кто-то вошел в дом. Она поднялась, чтобы узнать, что происходит, как раз вовремя, только чтобы увидеть меня босиком с надетым портфелем, собирающегося выйти из входной двери примерно в 10 сантиметрах от слоя снега, покрывающего землю. Она спросила, чем я занимаюсь, и я сказал ей, что иду в школу. У меня есть еще больше историй, и некоторые из них более жуткие, чем это. Я жил в Канбере, в квартире моей сестры на третьем этаже. Я вышел во сне из здания на улицу, в пижаме, без обуви и телефона. Чтобы попасть в многоквартирный дом, требуется ключ-карта, поэтому мне пришлось позвонить сестре с телефона автомата в 3 часа ночи. Единственный раз, когда я полностью просыпался во время лунатизма, наверное, по необходимости. Однажды моя жена застала меня блуждающим поздно ночью. Она попросила меня лечь в постель, и я сказал ей, что не хочу, потому что злые люди прячутся в ванной и ждут, чтобы напасть на нас во сне. Когда моя мама впервые застала меня в приступе лунатизма в возрасте 10 лет, она спросила меня, что я делаю, не вставая с постели. Я сказал ей, что ищу свою рыбу. У меня не было никакой рыбы. А еще однажды мама застала меня полностью одетым в душе. Я профессиональный лунатик. Мне было лет 9 или около того, и мы с родителями и сестрами остановились в отеле. Кровати, установленные для моей старшей сестры, и меня были очень неудобными, поэтому я сдвинул пуфик и два кресла вместе и спал на них. На следующее утро я проснулся только на одном кресле и пуфике. Когда мне было 9 лет, я особо не задумывался об этом. Нам пришлось покинуть номер в отеле около полудня, и мы были в панике из-за того, что в нем не хватало кучи подушек. Когда мы уже должны были спуститься к столу регистрации, я вынес свои сумки в коридор, только чтобы найти кресло и кучу подушек немного дальше по коридору. Я сразу вспомнил, как встал посреди ночи и выглянул посмотреть, думая, что цунами еще далеко. Прежде чем вытащить стул из номера, дверь которого должна была запереться за мной, когда я уходил, понятия не имею, как я вернулся в наш номер. Я ходил во сне, когда был совсем молод, и это был очень короткий период, но у меня есть довольно забавная история. Однажды утром я проснулся от суматохи в комнате своего брата. Очевидно, накануне вечером я вышел из своей комнаты и вошел в его комнату. Он сказал, что я постоял в дверном проеме целую минуту, не обращая на него внимания, прежде чем перейти к его коллекции игровых фигурок. Затем я произнес что-то вроде «Ты этого не заслужил», перед тем, как начать на них мочиться. После этой небольшой выходки я сразу же ушел в свою комнату и заснул, как обычно. Он был довольно раздражен, а я не мог перестать смеяться. Когда мне было чуть больше 20, я все еще время от времени ходил во сне. Когда я был моложе, я очень часто это делал. Однажды, когда я жил с двумя друзьями, я лег спать рано, пока они не спали, играя в видеоигры внизу. Видимо, вот что я сделал. Через 2 часа я спустился по лестнице и остановился внизу. Я стоял там минуту или две, просто глядя вдаль. Наконец, один друг поднял голову и сказал «Эй, что случилось?» Я ничего не сказал и постоял еще минуту. Наконец, я подошел к ним, взял стакан, а затем прошел прямо через гостину в столовую, ударил стаканом по стене и поймал паука. Я никак не мог увидеть паука из гостиной или с лестницы, так как он был за углом. Но я взял стакан и направился прямо к пауку. Затем я вынул стакан и паука на улицу. И встав посреди улицы, позволил ему уйти, просто стоя, наблюдая, как он уползает. Друзья перезвонили мне и спросили, хожу ли я во сне. Я сказал «Думаю, да». И они сказали мне снова лечь спать, что я и сделал. Утром они мне это рассказали и я удивился, так как очень слабо это помнил. Они не придумывали и да, я спал голышом. Веселые были времена. Я часто ходил во сне и запомнил только два случая. Первый раз мне было около 18 и мой папа проснулся от ритмичного звука, доносящегося из коридора. Я бегал с вытянутой рукой взад и вперед и стукал ей по перилам. А когда меня спросили, что я делаю, я просто посмотрел на него мутным взглядом, что-то прорычал и снова лег в кровать. Во второй раз, когда я ходил во сне, я ночевал в доме родителей. Потому что в моем недавно купленном доме отключили воду, поскольку я обустраивал ванну и кухню одновременно. Так или иначе, папа снова проснулся от странного звука. Он открыл дверь спальни и перед ним предстал я, голый, стоящий наверху лестницы, весело писающий вниз на все ступеньки. А потом отряхивающие руки, как бы говорят, работа сделана. Я прошел мимо него, чтобы вернуться в кровать, пока он стоял там в шоке. Я сказал, извини, не смог найти лифт. Потом пошел в спальню, свернулся калачиком и заснул на одеяле. За ужином они оба спросили меня, был ли я под чем-то или пьян накануне вечером, прежде чем рассказать мне, что я сделал. Первый приступ своего нанотизма был, когда я ползал по полу посреди ночи, осматривая пол, как если бы я искал небольшой предмет. Моя мама проснулась, нашла меня и спросила, что я делаю. Я ответил, от шефа будет только хуже. Затем вскочил, перелез через перила лестницы, спустился по ней и лег спать. В другой раз я позвонил в дверь в 3 часа ночи, и моя мама открыла ее, что очень напугало ее и моего папу. Зачем? Они не могли понять, как я выбрался наружу, когда все двери были заперты. Осмотрев мою комнату, они обнаружили, что я выломал окно и перегородку, выбрался на улицу и какое-то время спал на лужайке. Когда я впервые ходил во сне снаружи дома, моя мама спросила, какого черта я делаю на улице, на что я небрежно ответил. Мне нужно было в туалет, это тебя устроит? Последний раз, когда я лунатил, было всего 2 дня назад. Около 2 часов ночи вся моя семья проснулась от очень громкого грохота в моей комнате. Оказалось, что во сне я начал сильно хлопать рукой по стене, пока не проделал дыру в гипсокартоне в соседнюю комнату. Эта дыра была буквально 3 фута в диаметре. Мой брат сказал, что как только он громко спросил, что я делаю, я просто скатился с кровати на пол. Я был в доме родителей моей девушки. Они живут в маленьком городке на западе Массачусетса, и их дом окружен лесом. Когда я проснулся, я был посреди проклятого леса, в куртке мамы моей девушки, а на ногах ничего не было. Была середина зимы, а в Массачусетсе, разумеется, очень холодно. Я не мог видеть дом и вообще ничего, кроме леса. К счастью, в тот день шел снег. Так что я был в состоянии развернуться и пойти по своим следам в снегу обратно. Когда я вернулся, то увидел, что оставил парадную дверь открытой. Если бы не шел снег, и если бы я остановился вовремя, чтобы мои следы не замело, я бы, наверное, замерз и упал без сознания. Я проверил карты в гугле. Это был просто лес, растилающийся на многие мили почти во всех направлениях, кроме одной дорожки к их дому. Ну а на этом видео заканчивается, и если видосик тебе понравился, то обязательно ставь лайк и подписывайся на канал. Народ, я редко прошу вас набрать определенное количество лайков, и поэтому давайте начнем с малого и попробуем набрать 2000 лайков. Всего-то 2000 лайков, я знаю, вы можете. Также, если хотите, можете нажать на колокольчик, чтобы не пропускать выход следующих роликов. И спасибо каждому, кто оставляет комментарии. Всех крепко обнимаю, ну и как обычно, ссылку на телеграм-канал и чат вы найдете в описании. Пока!